Итак, архетип тени, как он работает. Здравствуйте, с вами психолог Александр Матяш. И сегодня мы с вами обсудим некоторые особенности и нюансы работы архетипа тени. У меня когда-то была одна пациентка, которая обожала прямо-таки упиваться фантазиями на тему того, каким безумно храбрым воином она была когда-то в прошлых жизнях. То она видела себя каким-то крушащим все на своем пути берсеркером. То безумно храбрым пиратом, берущим на абордаж груженые золотом галеоны. То рыцарем, храбро сражающимся в одиночку с толпами вооруженных до зубов врагов. Сначала эти фантазии никак у меня не увязывались с прорабатываемыми с ней проблемами. И единственное, что меня в них несколько удивляло, так это то, как вовлеченно и по-детски она ими упивалась. Искренне считая себя воплощением этих сильно могучих воинов. При том, что, честно сказать, не малейшей склонности к боевым искусствам, не даже к занятиям спортом, она никогда не демонстрировала. Это была женщина, склонная к полноте, любительница хорошо покушать и так далее. В общем, ничего, что могло бы хоть как-то намекать на ее славное боевое прошлое. В процессе работы мы выяснили, что основная проблема моей пациентки – это, оказывается, неспособность к противостоянию в конструктивном конфликте, неспособность даже проинициировать такого рода конфликт, склонность окружать себя эгоистичными манипуляторами и неспособность отстаивать свои интересы во взаимодействии с ними, готовность идти у них на поводу и жертвовать своими потребностями вплоть до самых глубоких экзистенциальных. И самое удивительное, с чем я столкнулся, так это с ее полной неспособностью признавать у себя наличие этой проблемы, вплоть до самого глубокого и искреннего недоумения. Однажды на сеансе она мне прямо заявила, «Александр, ну как вы можете упрекать меня в какой-то робости? Я же вам рассказывал про свои прошлые жизни». Вот в этот момент у меня все и сложилось. Сразу стало понятно, откуда уши растут и что стоит за ее желанием видеть себя безумной храбряшкой, отважно сражающейся с толпами наседающих врагов. Надо сказать, что время от времени расширять ее сознание, доводя до сведения ее основную проблему, а ее основной проблемой, повторюсь, была патологическая трусость и неспособность к отстаиванию своих интересов. Мне все-таки удавалось, но без всяких дальнейших последствий. На следующем же сеансе это опять вытеснялось, поскольку сил принять свою трусливость у нее не было никаких. И в конце концов она все-таки слилась. По принципу «коготок заострял, все птички пропасть», так и не решив эту свою проблему, и в итоге позволив сделать свой экзистенциальный выбор вместо себя своей тени. Так я впервые увидел, что тень занимает далеко не пассивную позицию в жизни своего хозяина. Этим очень сильно отличается от Ит, бессознательного по Фрейду, а весьма активно вмешивается в нее, в эту жизнь, и поистине свирепо и агрессивно борется за власть над его душой. Прямо вот как тот берсерк из компенсаторной фантазии моей пациентки. Надо сказать, что вот эти вот компенсаторные фантазии – это одна из причин, по которой я, например, очень скептически отношусь к воспоминаниям о прошлых жизнях. Как островно заметил один мой коллега, все почему-то вспоминают, что в своих прошлых жизнях они были или принцами, или принцессами. Но никто не помнит, что он в прошлой жизни был, например, дворником или конюхом. На самом деле с этими воспоминаниями все очень непросто. Чаще всего именно потому, что они играют роль той самой компенсаторной фантазии, а вовсе не действительно являются какими-то воспоминаниями из прошлой жизни. Другая моя пациентка испытала настолько сильное изумление на мои слова о том, что она охвачена сценарием жертвы, что сначала попробовала расхохотаться в ответ. Когда это у нее не получилось, то попыталась на эти мои слова обидеться. Однако, через некоторое время, под давлением неопровержимых аргументов, ей пришлось нехотя очень, нехотя принять это. Нехотя это, конечно, мягко сказано. Реакция была настолько бурная и негативная, что на моменте она едва не впала в депрессию, поскольку в качестве защиты от осознания ее тень начала угрожать ей, представьте себе, неспособностью справиться с осознанной проблемой. По принципу, или отрицай, или депрессивно смирись с тем, что этого никогда не исправить. Это удивительно, но это достаточно часто встречающийся механизм защиты тени. Мне постоянно приходится с этим сталкиваться на своих сеансах. И в ответ на такие претензии говорит своим пациентам, простите, а для чего я вам это говорю? Чтобы вы впали в депрессию, в безысходности, в отчаянии. Если я вам рассказываю про какую-то вашу проблему, то делаю это с одной единственной целью. Только для того, чтобы помочь вам ее преодолеть. Все. Я вам никогда не стану рассказывать про проблему, которую невозможно и нельзя устранить. Однако после того, как этот механизм защиты тенью своего содержания был проработан, дальнейший прогресс терапии пошел с всевозрастающей скоростью. И мне оставалось только с удивлением взирать на то, как принятие своей проблемы у пациентки практически немедленно влечет за собой сначала ее ослабление, а затем ее устранение, вплоть до полного исчезновения. Эти два примера, по моему мнению, очень наглядно показывают, что тень, как в процессе терапии, так и в процессе жизни человека, играет далеко не пассивную, и уж тем более не безобидную роль. Тень – это сильный и опасный противник на пути к личностному росту. Противник, встречи с которым не удалось избежать еще никому. Причина этого заключается в том, что сам по себе этот рост есть ничто иное, как результат, и прямой результат борьбы с этой самой тенью. И, по большому счету, можно сказать, что все так мудро устроено в нашей психике, что именно для обретения этого самого роста тень и нужна. В этом и состоит ее истинное предназначение. Более подробно с архетипом тени, как и с другими великими архетипами, вы познакомитесь на моем новом спецкурсе «Архетипы коллективного бессознательного», куда я вскоре приглашу всех желающих. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии. Буду вам за это очень признателен. С вами был психолог Александр Матяж. Всего вам доброго и до следующих встреч.